Медведев Ну, где-то от 40, я думаю, тысяч То есть 40 тысяч обязаны в месяц минимум, да? Да, минимальная заработная плата, которая у них должна быть Столько же? Только же сколько военные Согласна совершенно То есть полтийник должен быть у них, да? Да, как полицейские должны, по-моему Ну, не знаю Ну, цифра там 10 тысяч, 20, 30, больше Ну, я даже не могу сказать, сколько Честно Ну, полтийник должен получать? Вполне может Нормальная зарплата, да? 50 тысяч, пускай Цены такому труду нет Ну, полтийник должен он получать или меньше? Нет, полтийник должен каждый получать Независимо от способа реализации своих сил и возможностей Это минимум? Ну, да, прожиточное минимум Ну, учителя должны получать ту сумму Ну, на которую они работают и так далее Потому что, ну, учителя они дают детям Дети это наше все, это наше поколение Я думаю, должно уделяться очень большое внимание учителям Потому что, ну, если мы дадим им то, что они хотят, да, то есть это в денежных, да, как бы там деньги, да, определенные То они и могут больше отдаваться детям, то есть больше знаний им давать И все вот эти вот качества Ну, лично мой взгляд, ну, 1070, чтобы так хватало Более-менее нормально То есть преподаватель должен получать 70 тысяч, да? Не меньше? Да, да, лично моя По идее, что учителя, что сотрудники полиции должны примерно одну и ту же сумму получать Потому что, что те, по идее, должны приносить пользу, а что другие Ну, лично мое мнение, у них должна быть одинаковая зарплата И, ну, если человек действительно получает там 50 тысяч, ему хватает вот это Не должно быть ни, скажем так, сотрудники полиции выходят на, скажем так, ночное дежурство И уже не 50 тысяч, а 70 каким-то образом получается Ну, такого тоже не должно быть То есть если ты, у тебя определенная сумма есть, вот ты устроился работать с сотрудником полиции У тебя 50 тысяч рублей в сумме Ты должен их получать, не больше, не больше, не меньше А не так, что у нас сотрудник полиции получает 50 тысяч, а живет на рублевке Так, вот у нас Медведев на вопрос преподавателя, почему менты с военными получают полтинник А он не получает, послал его в бизнес Вы как считаете, сколько должны получать у нас учителя? Ну, в зависимости, сколько получают бизнесмены Как минимум в три раза больше, чем сейчас Ну, вот полтинник они должны получать этот? У учителя? Конечно Ну, не меньше военных То есть 50 у них должно быть? Да На самом деле, судя по тому, сколько нервной системы тратится на нас, учеников Ну, должны получать достаточно Прилично Прилично, да, получать 50 или меньше? Думаем, 1040 Ну, сейчас же, да, у нас в России получается 30 тысяч средняя зарплата Сколько? С 30? Наверное Около 30 тысяч Да Около 30 тысяч, мы думаем, что Там 28-30 где-то так идет Да, уходит В среднем То есть, в общем-то 50 тысяч, да 50 Жирно для них Слишком, да? Почему жирно? Мы не говорили, что жирно Говорим, что от 40 и больше И больше Да, становимся на этом Мы уже преподаватели на пенсии Лучше бы пенсию увеличили Очень хорошо Ну, вот сколько преподаватель должен получать? 50, меньше, больше? Больше 50 Ну, 60, 70 тысяч Я на пенсии Затруднительно ответить Это все зависит от квалификации учителя И отношения к ученикам Потому что есть учителя, а есть педагоги Вот, к сожалению, у моего ребенка когда-то был просто учитель Но не педагог То есть, это отличалось тем, что он мог научить А все остальные функции по воспитанию Он не возлагал на себя Поэтому это все зависит будет Именно от этого А вы вот как считаете? Нет, ну зарплата не меньше средней А это сколько? Вот цифра какая? 45 тысяч в Санкт-Петербурге Кстати, я бы хотела сказать, что у нас среднюю зарплату получает отнюдь не все население А где же она? С чего усредняется у нас? Вопрос То есть, по 42 тысячи средняя зарплата по Санкт-Петербургу В других городах-то это не средняя, это большая Так, секундочку А у нас что, вы получаете все по 42 тысячи? Или вы подойдете, спросите у любого работника, который работает в магазине? Там 16 тысяч получает Вот, вопрос, а где разница? То есть, преподаватели должны полтинник получать? Среднюю, да Обязательно полтинник, не меньше Я думаю, что преподаватели должны получать достойную зарплату Я как преподаватель могу это сказать точно Зарплата должна, ну, по крайней мере, 1070, наверное, составлять Поскольку эта работа, скажем так, очень нервная, очень сложная Главное, что на данный момент, я думаю, что она очень востребована Вот, и поскольку люди не идут, ну, как студенты, да Абитуриенты учиться на преподавателей Я думаю, что их нужно каким-то образом заинтересовывать По крайней мере, в зарплате Вот, как-то так А вы как считаете? Я согласна Ну, минимум где-то 50 тысяч рублей Это однозначно То есть, не меньше полтинника, да? Не меньше, да, даже больше, да Потому что ведется, ну, от них это большая ответственность Это будущего нашей страны, что они воспитывают Вот у меня у своих трое Так что они должны достойно зарабатывать, да? И как работодатели, как тот, кто платит налоги Я тоже готов там пожертвовать своей зарплатой Чтобы учителя нормально получать А вот куда можно Медведева с этими приколами-то послать про бизнес? Я, пожалуй, воздержусь Потому что я не в курсе того, что он говорил В принципе, мне сложно выразить То есть, на своем месте ему оставаться дальше? Я не слышал этого интервью То есть, я слышал от вас это Ну, то есть, может быть, интерпретация или еще что-то в этом роде То есть Нет, он действительно сказал преподавателю, что Вот я дословно могу процитировать Он сказал Значит, работа учителя — это призвание А вам, если деньги нужны, вы идите в бизнес Но вы же не пошли туда Вот он дословно вот так сказал Ну, тогда частично я с ним согласен Частично То есть, как доп. доход Я считаю, у каждого человека есть возможность зарабатывать Там, ну, по своим интересам То есть, открывать какой-либо бизнес Там, не знаю, там, шить сумки, куртки, там, что угодно То есть, время, я считаю, свободное у каждого из нас есть И, в принципе, это как и дополнительное развлечение Так и дополнительный доход, в принципе, тоже неплохой Но, что касаемо заработной платы То есть, однозначно, ну, мое твердое мнение, что от 40 Потому что педагог — это довольно серьезное призвание по жизни И, ну, эти люди, они необходимы нам То есть, должна быть мотивация у них какая-то заниматься этим А Медведева куда вот можно в ответ послать? Не надо его никуда посылать Пускай он делает свою работу А вы как считаете, пускай продолжает вот советы нам давать? Пусть попробует прожить на ту зарплату, в которой у учителя живут Ну, тоже в бизнес его можно, да, послать? Да Надо жить мирно Послать не надо никого Пускай он на своем месте, да, остается? Надо заставить его работать Как? Примером своим То есть, чтобы он на нас смотрел и брал пример с нас? Да Это наши избранники Это все наши люди Будем мы сами достойные И у нас будут другие правители Дмитрию Анатольевичу, мне кажется Против политики никогда не стоит идти против Потому что, ну, это политика Это люди, ну, они всяко добились больше, чем мы И они заслуживают уважению в первую очередь Они представители нашего, ну, так сказать Наш национальный лидер, да, Владимир Владимирович Путин Он очень много, на самом деле, сделал для России Он, грубо говоря, ну, не грубо говоря, а так и есть Он поднял нашу Россию, да, с колен И, на самом деле, лично мое мнение Он заслуживает очень-очень большого уважения В том числе, если он поставил Медведева, да, как премьера, да Этот человек, да, хоть там у некоторых разные взгляды, да Он тоже очень много чего достиг У нас не каждый человек является премьером, да И простого человека, да, там, с улицы, а бы кого Нельзя поставить на такой пост И этот человек заслуживает должного уважения И ни в коем случае его никуда не надо посылать И как он делает, у них работает целая команда И это все, ну, не просто так Они каждый свой шаг продумывают до мелочей И все, что они делают, все делается для того, чтобы Ну, тут не стоит комментировать Мне кажется, нужно послать Медведева Или на месте его вообще оставить? Пускай дальше? На охоту Не стоит на месте оставлять, в отставку На выборы Переизбираться, да? Ну, наверное, да Больше некуда Или вот оставить его на его месте Пускай дальше играет с планшетом Главное, чтобы не вредил Мы не знаем Мы этого не говорим Мы не знаем, правда Ну, или ему нужно на своем месте остаться дальше Вот давайте не о политике Мы вообще не знаем Не, ну мы посылать никого не будем Мы люди культурные Мы бы хотели, чтобы о нас позаботилось государство получит Пускай он дальше о нас заботится, да? Ну, не знаю Не могу сказать Я хочу сказать, что Ну, народ сам уже, видите Он сам посмеется Поэтому Что вам сказать? Посылать его не надо Вы слушаете И наслаждайтесь Мы вот посмеялись И пускай он дальше, да? Там играет в айфон сидит Ну, что вам сказать на это? Я не могу сказать, что это Этого нельзя говорить, да? Мы его не выбирали Не выбирали мы его? Да Так, а вот куда можно медведя послать С вот этими его приколами Про бизнес? Я даже не знаю Куда-нибудь подальше, наверное Как-то так То есть Хватит ему там играть в телефон, да? Он же айфон любит А, да? Он любит Дима айфон Про него Мы не в курсе Мы с Камчатки Мы вообще первый раз слышим Про дима айфона Вот Но в любом случае Я думаю, что именно так И стоит поступить В первый класс А, пускай пройдет еще раз Обучение Видать, он мало учился Не знаю Честно, не знаю Куда Без понятия Или ему на своем месте оставаться Никуда не посылать его Без понятия вообще Вот значит Есть такие политические деятельницы Две Голодец и Мизулина Одна заявила Что две трети В России Не должны высшее образование иметь В принципе Не надо им предоставлять Такой возможности А другая заявила о том Что Женщинам, которые не родили ребенка Тоже не надо предоставлять Возможность получать высшее образование Вот вы как считаете Кто должен получать высшее образование? Мы считаем, что все должны получать высшее образование Мы же не в средневековье Согласитесь, живем 21 век Если есть шанс Возможность Да Свободные люди Высшее образование для всех Кто хочет, тот и получает А вы? Кто смог поступить Честно Тот и получает высшее образование То есть должна быть возможность У каждого получить высшее образование? Абсолютно у каждого человека Всем желающим Естественно Всем желающим То есть такая возможность Должна быть у каждого? Конечно Получить высшее образование Имеет по закону Каждый член Российской Федерации Не, не член А гражданин Российской Федерации И Каждый У каждого свое право Есть Получить его или нет И никто не имеет права В этом его ограничивать Какого-то Ну Человека Если человек Хочет Получить высшее образование Он имеет на это полное право И государство идет Ему только навстречу И Какие-то там Ну Я не знаю Этих людей Которые вы назвали Политические там деятели Не имеют права Такого Таких слов Говорить Они получается Идут против закона А Вносить уже свой закон Ну Когда они внесут уже свой закон Своей поправки Тогда уже будем разговаривать А вы как считаете? Ну По идее Не Смысл в ее словах есть Вопрос в том То что Мой друг правильно сказал По поводу того Что у каждого человека Своя судьба Он в праве сам решать Получать ему высшее образование И в принципе образование в целом Или нет Он в праве сам решать Если ему не хочется это Без проблем Технические профессии Прямая дорога Они сейчас требуются То есть в этом плане Никаких проблем абсолютно нет Но Если человек действительно Хочет подняться Хочет выучиться Хочет чего-то добиться Мне кажется Ну Почти каждый институт Готов дать Эту возможность Любому студенту Любому учащемуся Вы сказали Что все-таки Какой-то смысл В их словах есть А какой? Ну Смысл в том Что она Именно черту подвела То что Люди Ну Как она выразилась Две трети Просто не хотят Получать высшее образование На данный момент Российская Федерация Примерно Нет Она Она не так немного сказала Она сказала Что нет необходимости Двум третям Его давать Это цитата Именно ее Я если честно Не вдавался в подробности Именно вот этого Мое мнение То что Действительно Две трети Население у нас В принципе И не хочет В принципе Получать это высшее образование И образование В целом Да На сегодняшний день Система образования Вполне Для Потенциальных Абитуриентов В возрасте Там 21-18 Да Вполне адекватно А по поводу Женщин И беременности Это По-моему Личное Каждого Личное Личное дело Каждого И ограничивать Человека В чем-то Или что-либо Принуждать Но это Вообще Неадекватно То есть Возможность Должна быть У каждого Конечно Просто нужно К этому подходить С точки зрения Ну Каких-то Правильных Рассуждений А когда Это будет Навязано И Принудительной Форме В какой-то То Ну Это Вообще Неадекватно Если Обратиться К конституции То у нас Каждый Имеет Право На образование Я думаю Что Высшее Образование Должны Получать Все Потому что Ну В принципе В целом Если вот Говорить Об образовании Да Я думаю Что У большинства И так Возникает Проблема По крайней мере С оплатой За все Это образование С ценниками За семестры И Полугодия И Годовые Ценники Вообще Вот Я думаю Что С образованием То есть Возможность Должна быть У каждого Возможность Должна быть У каждого А Реализовывать Эту возможность Или нет Это уже Выбор Каждого Скажем так За бесплатное Образование Ну Абсолютно Все Кто имеет Возможность И доступ И желание Ну как Мы Родноправная Страна И тут Для всех Должна быть Возможность Один Ребенок Не один Ребенок У некоторых Просто в жизни Не складывается У всех Разная судьба Так что Абсолютно Каждому Однозначно Потому что Это Выбор Каждого Хочется На теле Нет Но Возможность Должна быть У каждого Человека Это Однозначно Глупость Полнейшая Кто Ну вот это Избранники Народные Вот такую Фигню Болтают В телевизор Вот Ваше Мнение Вообще А что Они вдруг Озадачились Что все Высшее Образование Получат На самом деле У нас Много Людей Получает Высшее Образование Потом Проблемы С трудоустройством Эта проблема Есть Но С другой стороны Запрещать Просто Надо делать Условия Может быть Поступления Обучения В институте Другие И Как-то Институт Специалистов В результате Классных Мало Вопрос То есть Возможность Должна быть У каждого Возможность Естественно Должна быть У каждого Это не обсуждается По-моему Вот как вы Считаете Почему они Вдруг Забеспокоились Что много Людей С высшим Образованием Женщина Вот эти две Политики Да Круто Люди боятся Умных людей Может быть Боятся Вдруг все умные Станут Да Вдруг резко Все станут умными Я не разбираюсь В политике В стране Не нужны умные люди Нужна Рабочая сила Там В принципе Достаточно Технического Образования То есть Они хотят Чтобы все Дураками были А то Не дай бог Их подвинут Оттуда Отчасти Контроль Не знаю Наоборот Чем умнее народ Тем Это Сказывается На общей жизни Нашей Целой Их Вышвырнут Оттуда Быстрее Естественно Инстинкт Самосохранения Или мы Обратно Вернемся В коммунизм Будем лопатой Яму Копать И обратно Закапывать В каменный Век А вот По вашему Чего они Вдруг Замахнулись На людей Простых Почему им Не надо Высшее Образование Давать Нет Ответа Наверное Хотят Дураками Что все Были Да Женщины Создание Милое Но Непредсказуемое Дураками 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 Дураками